Привет, друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вас порадовать серией видео по созданию альбома про феи. Альбом будет нежным, воздушным и достаточно большим. Именно поэтому я предлагаю вам присоединиться ко мне и погрузиться в создание альбома. Еще хочу вам рассказать, что я участвую в совместном проекте от Кати Погодиной. Все ссылки на этот проект я, конечно же, оставлю внизу в описании. Ну а сейчас поехали! Я начала создание своего альбома с подготовки материала. У меня уже давно на руках лежит коллекция в мире снов от Крафт Пейпа. И после этого я начала закупать материалы с феями. Нашла очень красивые картинки. Их я напечатала на фотобумаге своего принтера. К этой коллекции я также купила фишки или топсы. Также я нашла очень красивый чипборд. Его я покупала в казанском магазине Ажур. От них у меня очень много разного чипика на эту тему. Поэтому будет очень здорово разнообразить свой альбом таким чипбордом. Ну и, конечно же, я вырезала саму вырубку от данной коллекции. Предлагаю приступать к самому созданию альбома. Для основы своего альбома я взяла текстурную бумагу. По-моему, это госзнак. Я взяла текстурную бумагу с оскарлупой молочного цвета. Это будет основа под основные страницы. Также в данном проекте обязательным элементом является скетч. Я очень часто слышу разногласия по поводу скетчей. Якобы со скетчем очень сложно работать. Но мне кажется, если вы начинающий скрапер, и это очень отлично вам подойдет. И вы с легкостью можете сделать свой первый разворот. Ну а мне скетч помогает в том, что можно сразу разложить все элементы, и у вас уже готовый разворот. По первому скетчу на первом развороте у нас должен быть повторяющийся паттерн, переходящий через одну страницу на другую. Для этого я вырезала лист скрап бумаги 30 на 30 на размеры, которые мне нужны. На одной странице я буду использовать принт полностью, а остатки на другой странице. Буду, конечно же, их разбавлять. Также фото подложек под фотографию. На первой страничке у нас будет расположено две фотографии. По-моему, они не должны быть больше размера 10 на 7. Я воспользовалась специальным ножом. А на другой страничке вроде бы одна фотография, но я решила использовать подложку-гармошку, в которой будет спрятано три фотографии. На первой страничке я приклеиваю свой паттерн. Также я здесь хочу выбрать уже бумагу для того, чтобы разобрать свою страничку, сделать ее многослойной. Здесь я буду использовать листочек крафт бумаги. Также у меня будет страничка из нотной книги. Я здесь буду использовать кусочек скрап бумаги, который у меня остался. Приклеиваем. Ну, конечно же, вы можете заметить, я всегда фотографирую свой разворот, который я уже примерно сложила. То есть я сначала составила композицию, сфотографировала ее, а уже сейчас я собираю ее заново, чтобы приклеить. Вам также может помочь этот лайфхак. Дальше я приклеиваю кружево. Оно придаст нам немножечко многослойности и сгладит яркий цвет крафт бумаги. Дальше я приклеиваю подложки для фото. Мне хочется понять, где они будут размещены и как мне потом составлять композицию. Ну, а уже дальше можно собирать нашу композицию. У меня будет очень разнообразный декор. Для начала я приклеиваю ажурную салфетку. Я всегда делю ее пополам, потому что мне жалко половинку салфетки, которая будет спрятана страницей. То есть она закроется частью бумаги и она просто так пропадет. Поэтому я делю ее напополам. Вот такая вот экономия. Также я приклеиваю кружево и некоторые вырубные элементы. Ну и увидимся. Пока. Еще Катя Погодина учит выбирать декор, который у нее расфасован по тарелочкам. Я хочу в следующем видео попробовать этот прием, то есть те элементы, которые у вас уже есть, вы раскладываете по каким-то емкостям, тарелочкам, то есть ограничиваете их пространство данной тарелочкой, потому как я всегда раскладываю свои элементы на макетном коврике и в процессе создания разворота у меня все теряется. Здесь же вы можете попробовать расфасовать все по тарелочкам и брать каждый элемент из тарелочки, то есть в нашей композиции я использую минимум один элемент из данной тарелочки. Это очень удобно. Я надеюсь, что я верно объяснила, ну а в следующем видео я уже попробую, постараюсь показать вам, как это выглядит на деле. Этот лайфхак мы возьмем с вами на заметку уже в следующем видео. Еще в данном видео я поняла, что моя голова постоянно влезает в кадр. Сейчас я нахожусь в обустройстве своего рабочего места, нового места, я чуть попозже о нем вам расскажу. И я, конечно же, ищу какие-то новые ракурсы, стараюсь привыкать к новому месту и ищу новые ракурсы. Поэтому я еще не выбрала какой-то один ракурс, и я надеюсь, что в данном видео вас это не сильно смутит и все вам было видно. Но пока я вам рассказывала про какие-то отдаленные темы, мы закончили первую страничку. Я хотела вас спросить, бывает ли у вас так, что одна из двух страничек вам нравится больше, когда вы собираете композицию. И когда я приступаю к склейке всей композиции, я стараюсь выбрать ту страничку, которая мне не очень нравится. И по итогу получается так, что она выходит достаточно лучше, чем та, которая вам нравилась до. Вот такой вот парадокс. Вторую страничку я также создаю многослойной с помощью кальки, которую я предварительно смяла. Также мне поможет листочек из нотной книги, крафт бумага. На этой страничке я использую карточку с феей, ее я приклею на карточку из самой коллекции. А также, по-моему, обязательным элементом на данной страничке является тег. Его я также взяла, предварительно я сделала в нем отверстие, установила люверс и использовала шеби ленточку. В своем инстаграме я постоянно вам отмечаю бренд шеби ленточек, которые мне безумно понравились. Это страна лент. И я уже постоянно пользуюсь данными ленточками, и никакими другими мне теперь пользоваться неохота. Также в этом развороте я буду использовать кружево для многослойности. Ну и по такому же принципу я составляю свою композицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Медленно, но верно, мы закончили вторую сторонечку, и вот такой вот разворот у меня сегодня получился. Я надеюсь, что все-таки я не разучилась скрапить, и я надеюсь, что вам было интересно и полезно смотреть мое видео. Ну а я надеюсь, что мы увидимся уже совсем скоро, и до скорой встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА